здравствуйте дорогие друзья всем привет сегодня мы с вами приготовим просто сногсшибательные консервы из прудовой рыбки в белорусском автоклаве вот такие замечательные консервы рыбные из прудовой рыбы мы с вами сегодня приготовим приглашаю вас к просмотру данного видео вот такое количество рыбы у меня набралось ребят 3 килограмма 316 грамм а Итак, дорогие друзья, начинаем собирать наши баночки. Помыла я хорошо рыбу, помыла я ее примерно раз по восемь, пока не стала она чистая. В каждую баночку я кладу кусочку лаврового листья. Теперь у меня душистый перчик. Душистого перчика на каждую баночку по одной горошине. Достаточно. Больше я сюда ничего добавлять из приправ не буду. Я натушила лук с морковкой и с томатной пастой. Это я хочу сделать еще одну баночку попробовать с болгарским перчиком. Он у меня пережаренный. На каждое дно положу по две столовые ложки пережарки. Так, еще я также хочу сделать с маслом, просто в собственном соку, как ее называют, рыбку. Плотва у меня будет в собственном соку с подсолнечным маслом. Так, замечательно. Ну, основная масса у меня будет с пережаркой. Так, теперь мы укладываем нашу рыбку. Так, рыбка у меня вот есть такая, окунь. Так, в любую баночку накладываем поплотнее, утрамбовываем, чтобы побольше ее влезло. Рыбку я еще пока не солила. Солить буду прямо в банке. Так, перекрою еще нашей пережарочкой и докладываю. Так, вот что у меня получилось. И сверху снова кладу пережарку. Вот так вот вровень с бачками накладываю. И также продолжаю с другими баночками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, теперь на каждую баночку мне нужно будет добавить где-то по 3-4 грамма соли. Вот, 4 грамма буду добавлять. Так, и сахар добавлю. Вот по такой чайной ложечке. Добавлю по плечике воды. В баночки с маслом добавлю по столовой ложке подсолнечного масла. Остальное долью водой. В прошлый раз мне показались они суховатые. Так, и закрываем наши баночки крышками. Итак, дорогие друзья, у меня получилось 8 баночек томатной заливки, пережарки. И 4 баночки у меня получилось в масле. Сейчас начнём процесс автоклавирования. По завершении я вам всё покажу. Посмотрите, всё цело в автоклаве. Всё цело. На пару всё приготовилось. Итак, дорогие друзья, достала я все наши баночки целые. И хочу вам признаться, из-под крышек, видно больше, где наложила, вот немножко подтекало жирок. Но ничего страшного. Можете видеть, что консервы продолжают как бы кипеть. Так, видите, булькает. Они сейчас до конца остынут. Всё будет хорошо и замечательно. Крышечки я вижу все втянутые. Так, а это я даже сделала немножко. Две баночки вот таких для пушка консервы. Здесь головы, всякие тут хвосты и обрезки. Интересно, не знаю, понравится ему или нет, но я думаю, посмотрим. Вот такие дела. Итак, дорогие друзья, мы сделали нашу пушёночку. Вот такая она у нас получилась. Из плотвы и краснопёрки с пережаркой. Из лука, морковки и томата домашнего в белорусском автоклаве. Это вот карасики наши получились вот такие замечательные. Я специально наливала побольше водички, чтобы они были посочнее. Вот, это вот ещё баночка, гляньте, кипит. Можете видеть. Вот такие получились замечательные консервы в белорусском автоклаве, который готовит у меня на пару, который мы переделали. Так, это вот краснопёрка с овощами. Сюда я добавила нарезанный болгарский перчик протушенный. Вот, я просто люблю с овощами всё кушать. Это вот у нас окунь тоже в пережарке. Вот, всё так просто замечательно получилось, выглядит. Все баночки довольно-таки полные вышли. Это вот маме подарок я сделала. Такую большую баночку. 0,7 она, по-моему. Так, в общем, вот так. Спасибо, ребят, что были со мной на моём канале. Спасибо вам за комментарии, за подписку на мой канал. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok